Как помочь соотечественникам, которые находятся за рубежом, но не хотят терять свою связь с исторической родиной? Какую роль играют СМИ местных диаспор в разных странах? Об этом говорили на округлом столе по обмену опытом работы с соотечественниками. Этот форум стал 13-м за последние два года. Специалисты обсудили разные проекты, которые помогают русским диаспорам, а их более 300 в 60 странах мира. На встречу побывали наши корреспонденты. Активно работать с молодым поколением. Опыт Самарской области представили на форуме в Самаре. В нашем регионе работа с соотечественниками ведется системно. Ежегодно Самарская область становится не только участником, но и площадкой федеральных форумов и конференций для соотечественников. Среди них Международный молодежный форум соотечественников, в котором приняли участие 240 ребят из 53 стран. Этим летом форум «Здравствуй, Россия!» вновь примет ребят в гостеприимной Самаре. Именно правда о России лучше всего за границей перейдет из рассказов наших соотечественников, которые скажут, что да, мы здесь были, там здорово, приятно и удивительно хорошо жить. Об опыте проведения подобных проектов говорили на круглом столе, организованном Московским домом соотечественников. Говорили и о работе русских СМИ в других странах. Представители таких изданий рассказали о деятельности своих редакций. Важность их работы отметила и пресс-секретарь российского МИДа Мария Захарова, которая подключилась к круглому столу по видеосвязи. В этом контексте газеты, журналы, интернет-порталы и другие информационные ресурсы диаспоры стали буквально передовой новостного фронта и оказывают деятельную помощь в доведении объективной точки зрения зарубежной аудитории ее рядовых граждан. Всего на форуме прозвучало более 30 выступлений, в которых спикеры из разных городов делились опытом работы с соотечественниками, находящимися за рубежом. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События.